Привет, друзья! Сегодня в видеообзоре я хочу рассказать о том, ответить на вопросы пользователей под предыдущим моим видео, либо ВКонтакте мне задавали вопросы, как вообще управлять с компьютера светом, то есть с чего начать. Данное видео как раз посвящено тому, как управлять светом музыкой с компьютера новичкам, в первую очередь новичкам, как стартовать, с чего начинаем. Показывать буду на примере программы KLC Plus, это бесплатный софт, его можно скачать по ссылке под видео, одна из самых удобных, на мой взгляд, из которых я пробовал работать. Для того, чтобы управлять своими приборами, нужно в первую очередь создать эти приборы. Для этого в комплекте входит Fixture Definition Editor, программа, которая позволяет прописать все ваши каналы вашего прибора, там прожекторы, либо чего-то не было, там вращающейся головы. Здесь есть ряд встроенных приборов в комплекте, но если у вас какой-то уникальный, либо редкий, либо нераспространенный прибор, то его легко можно занести в базу программы с помощью Fixture Definition Editor. Для того, чтобы начать, нажимаем на новый файл, вылазит такое окошко, где вы по своему желанию можете указать производителя вашего прибора, модель, то, что указано у вас в документации, либо на коробке, по своему желанию, опять же, не критично, чтобы потом можно было найти в базе. Выбрать тип прибора, ну пусть это будет, например, развращающаяся голова, да, moving head, указать автора, далее на второй вкладке каналы, вы можете прописать все каналы своего прибора, которые у вас есть, да, например, первый канал будет наклон по горизонтали, да, то есть повороты, поворот, выбираете какая-то группа, вот как раз наклон, вот поворот, панорама, добавляете ступень. Да, то есть если в данном канале используется только один, например, поворотом от 0 до 255 по значениям, то вы используете одно, если, например, от 0 до 125 у вас прописано по каналу, что он вращается, а там от 150 до 250 поворачивается там под углом, то вы добавляете вторую ступень, здесь предварительно указываете, например, 150 и поворот. По горизонтали, добавляете вторую ступень, соответственно, он уже сам подписывает значение в данном канале, в первом, да, 151 до 255, это, например, наклоны, да, ну, такое бывает редко, чаще всего, если это канал поворотов, то он используется весь, поэтому вот удаляем второй, и здесь, соответственно, прописываем максимально, да, 155, то есть поворот от самого начала до конца. Так, первый канал мы сохранили, добавляем, например, второй канал у нас наклон, да, пишем наклон, выбираем tilt, course и fine означают основной, да, то есть если у вас, например, есть в поворотах головы резкая регулировка и плавная, да, то course это как раз вот основная, а fine это уже точная подгонка там по миллиметрам, да, ну, поворота, например, либо наклоны. Ну, мы оставим у нас это будет, например, основной наклон, также добавляем канал, в общем, наклоны, и, ok, да, вот у нас, по сути, уже первый, второй канал прибора прописан, дальше, например, третий канал, это общая вот яркость, intensity, да, оставляем яркость, и можно выбрать яркость, чего это у вас по мануалу, да, либо, ну, в описании прибора, это общая яркость, generic, либо яркость какого-то из цветов, допустим, оставим общую, опять же добавляя значение, яркость вот от 0 до 255, минимум, максимум, да, сохраняем. Третий канал у нас пошел яркость, например, также добавим канал, выбор гоба, да, у узора, пишем гоба, добавляем канал, например, вы знаете, что от 0 до 10, это будет прозрачный луч, да, ставите от 0 до 10, можно даже вот выбрать картинку, какая у вас будет, ну, например, на чистый луч поставим вот такую, либо это может быть выбран цвет, либо второй цвет, да, если мы картинку уберем, далее, например, от 11 до 22, у нас кругляшки, выбираем, опять же, какую-нибудь подходящую картинку, например, вот такие, да, это так для вашего именно понимания, то есть, чтобы вы потом знали, на что можно будет своткнуть, чтобы включить именно такой узор, как вам нужен, и так далее, там от 23, например, от 255, там, треугольники, выбираем картинку, допустим, вот такие, все, теперь у нас вот на данном канале расписаны значения, при которых включается тот или иной узор, окей, вот у нас есть яркость, гоба, давайте просто, для примера, еще один добавим, да, например, вот, вот, встроенный эффект, лучи, например, поворот призмы, или вот скорость движения двигателя, да, скорость вращения, например, от 0 до 255, это от маленькой скорости до самой быстрой, да, 255, пишем скорость и сохраняем, вот у нас 5 каналов, допустим, в этой голове 5 каналов, да, вот, в окошке Modes мы должны добавить эти головы соседние каналы, например, это режимы, да, в которых можно использовать головы, например, только цвета, либо полностью все функции, там, цвета, поворот, да, вот мы пишем, например, основной режим, добавляем, какие используются каналы здесь, да, выделяем все, перетаскиваем, вот, все каналы используются, выбираем, в каких именно, выбираем, что именно мы хотим использовать, так, вот, все каналы, далее, выбираем вторую вкладку голову, добавляем, вот, все каналы, например, если бы вы хотели, чтобы у одной головы при управлении вот этим основным режимом совершалось только поворот, а у другой там менялась гомба, тогда можно на две разбить, да, ну, в данном случае мы выбираем к одной голове привязаны все каналы, чтобы управлять каждой головой в полной мере, да, вот, выбрали, и в физикл вы можете указать все характеристики данных голов, чтобы программа могла просчитывать, там, при моделировании, каком-то визуальном, что, во сколько, когда будет, куда светить, да, с каким цветом, так далее, вот, выбираете, например, светодиодная голова, значение в люменах, если у вас там есть в описании, да, цветовая температура, там, лампы, название линз, и так далее, то есть, ну, это все, как бы, пожелание, например, 90 Ватт, тип DMX коннектора, S, ширина, и так далее, да, но это все, опять же, так, заполнять необязательно, окей, вот у нас есть основной режим, используют все пять каналов, в этой головной голове, все, сохраняем, и теперь вот эта АМС-голова у нас появилась в базе данных, вот этот, Кривус И. нажимаем «Сохранить», вот видите, у меня тут уже есть там ряд приборов, например, АМС-1, все, закрываем, на этом, в принципе, вот с основными функциями создателей этих приборов, я думаю, всем понятно, закрываем, открываем саму программу Киоси Плюс, для того, чтобы управлять приборами, мы должны, вот здесь, в данном графе, мы должны добавить наш созданный прибор, и вот выбираем наш АМС, да, первая голова, но поскольку я создавал такую рандомную, то есть не существующий прибор, я выберу для наглядности головы, которую у меня в наличии, да, которую я уже делал обзор, так вот они, у меня мини лет 60, moving heads, режим, вот я там создавал место основной, цифра 1 назвал, вселенная первая, ну, как бы, для начала использовать эту первую вселенную, это, я думаю, что по, количество приборов новичка ее всегда хватит, да, вселенная 512 каналов, если у вас больше, чем 512 каналов используется DMX, то можно использовать вторую вселенную, третью и так далее, стартовый адрес 1, каналов вот в голове 11, вот они все каналы, как раз расписаны, я их создавал в той фикчур креито, которая definition, да, количество голов будем использовать 2, промежуток между адресами, то есть вот будет первая, например, с первого по 11, да, а вторая начинается, например, с 12, но иногда бывает такое, что помехи от приборов, которые находятся на соседних адресах, можно вставить промежуток между адресами, например, 5, но, как правило, у меня он не нужен, потому что головы и так послушно себя ведут, мы оставим 0, нажимаем ОК, и вот у нас 2 головы, да, справа, как раз, здесь нарисованы стартовые адреса, вот здесь 1,11, здесь 12,22, вот указано даже, как выставлять, если у вас переключатели механические, какой адрес нужно выставить на голове, чтобы, ну, у меня электронное меню, поэтому не пришлось, вот все описание голов, описание всех каналов, физические характеристики, для того, чтобы заставить эти головы работать, нужно перейти вот снизу на вкладку функции, и создать какую-нибудь функцию из этих двух голов, да, в данном окне вы видите, вот сверху набор функций, куда входят вот сцены, последовательности, да, чейзеры, дальше вот секвенции, это просто прямые последовательности, для голов есть специальные вот эффекты, то есть это задавать там траекторию вращения и так далее, а коллекции, это наборы созданных последовательности, сцен и так далее, RGB матрица, но в нашем случае она не используется, это для того, чтобы на RGB панелях ушел текст, пока рассматривать это не будем, скрипты, можно добавлять через программу аудио, да, но нас это не интересует, видео и так далее, чтобы создавать вместе под аудио или видео, какие-то наборы последовательности, да, чтобы в определенный момент светилось там, как нужно, например, давайте попробуем со сценой, выбираете новая сцена, пишите, например, название, сцена 1, при выборе этой сцены, мы видим, вылазит окно настроек, чтобы наши головы участвовали в этой сцене, мы нажимаем на вот этот плюсик, чтобы добавить приборы, которые будут участвовать в сцене, выбираем обе наши головы, окей, вот они сюда добавились, как видите, дальше, выбираем, какие каналы приборов будут использоваться в этой сцене, например, голова 1, будет использоваться в цвет, вот из-за того, что мы прописывали в фикшер-дефинишн, по цветам, например, 0,10 это белый, там, 11,20 это бело-красный, и благодаря этому, вот теперь у нас появилась такая таблица, то есть нам не нужно просто по, и выбирал картинки, да, вот что красный, оранжевый, благодаря этому, теперь не нужно там вспоминать, и более наглядно видно, что будет, то есть, например, берем для этой сцены, это будет желтый цвет, и также выбираем на второй голове желтый цвет, каналы, если вы, например, поставили несколько каналов, которые будут использоваться в этой сцене, вы можете, зажав control, выделить все эти каналы, да, и нажать вот эту кнопку, планировать, значение каналов на все имеющиеся, на все аналогичные приборы, да, которые используются в сцене, нажимаете на нее, и вот мы видим, что, например, давайте выстрелу вот так, нажимаете клонировать, и вот вы видите, что во второй голове значение выстрелилось точно таким же образом, но на данный момент нам это не нужно, нам нужно, в данной сцене был желтый цвет, выбираем вот цвет, выбираем интенсивность на полную, да, копируем значение в следующую голову, видите, что здесь также интенсивность вышла на полную, также можно, чтобы скопировать значение, можно выделить эти каналы, нажать вот копировать, а на этой голове нажать вставить, да, ну, например, вот так сделаем, нажимаем копировать, переходим в эту голову, и вставить, и вот все значения из той головы перенеслись на эту голову, а вот, соответственно, по значениям, да, это вот пятый канал, цвет, значение 71, восьмой канал, диммер, интенсивных затемнений, там, значение 179, из 200, из 105, то есть, это вот как раз то, что мы прописывали в создании приборов, границы значений, и вот теперь здесь эти пугунки, как раз отображают, и бегают настолько, насколько мы там прописываем, вот, теперь, что далее, у нас появилась первая сцена, то есть, когда мы будем выбирать эту сцену, уже непосредственно при работе, онлайн, да, в прямом эфире, при выборе сцены 1, головы будут переходить в желтый цвет, аналогично создается, например, секвенция, да, последовательность, вводим имя, например, последовательность 1, выбираем приборы, которые будут в ней участвовать, последовательность нужна для того, чтобы у вас через какие-то там промежутки времени включалась следующая сцена, то есть, это уже не просто статичная желтая сцена будет, например, там желтая с движением, там красная и так далее, выбираем две головы, справа, вот здесь появилось окно, со всеми как раз шагами последовательности, да, добавляем новый шаг, вот первый, здесь плавный переход, к этому шагу можно задать, сколько он задерживается, это плавный выход, переход на следующий шаг, насколько плавно будет указывать время, а длительность, общая длительность этого шага последовательности, ну, какие-то просто комментарии, да, например, вот выбираем первый шаг, и указываем, что в этом шагу цвет будет оранжевый, интенсивность, например, 225, и голова будет поворачиваться на столько, да, пока мы не знаем, это сколько, это нужно непосредственно смотреть на голову, да, в том помещении, в котором планируете работать, к примеру, ну, пока давайте просто, вот, зададим значение 201, копируем на вторую голову, у нее установились такие же значения, создаем шаг номер 2, в этом шагу хочу, чтобы было поворот на столько, цвет розово-синий, яркость оставим такую же, копируем на вторую голову, вот, вы видите, что в первом шаге остались такие значения, во втором шаге уже такие, да, и, соответственно, так далее, да, например, добавим третий шаг, в котором у нас головы будут светить голубым, поворот, так, второй канал, у меня видите точное значение, то есть это как раз точная подгонка, то, что было fine, а первый канал, это грубая подгонка, то есть просто очень быстрое вращение головы, ну, зададим, например, еще наклон, копируем на вторую голову, третий шаг у нас задан, теперь, например, укажем, что будет 5 секунд, первая ступень, вот, видите, из-за того, что здесь стоит длительность ступени, общая, команда, я поставил 5 в первый шаг, и 5 перенеслась во все шаги, можно поставить, что у каждого шага будет своя длительность, и тогда, например, в первом шаге мы ставим 5 секунд, во втором шаге, 7 секунд, и в третьем шаге 8 секунд, это время плавного перехода в следующий шаг, она либо общая, либо по умолчанию, либо у каждого шага тоже своя, ну, мы оставим по умолчанию, и здесь так же, direction, это направление движения последовательно, если вы поставите обратное, то сначала будет третий шаг, второй, первый, третий, второй, первый, то есть наоборот, forward, это в обычном порядке, то есть первый, второй, третий, run order, это либо последовательность будет луп, петлей, то есть первый, второй, третий, первый, второй, третий, либо один проход, это первый, второй, третий, и последовательность включилась, ping pong, это раз, два, три, два, раз, два, три, два, раз, туда, сюда, random, это шаг выбирается спонтанно, то есть первый, третий, может быть второй, потом опять третий, опять второй, первый и так далее, то есть рандомно, мы оставим, например, петлей, для того, Это что касается последовательности. Чейзер Это уже последовательность любых секвенций, сцен и т.д. В чейзере вы можете добавить секвенцию и сцену. Они будут друг за другом. Для сцены укажем 15 секунд длительность. Поставим за шаг 15 секунд. У секвенции было 5 плюс 7 плюс 8. Давайте поставим 25 на скрипту. Плавный переход 2 секунды. Плавный выход 2 секунды. Поставим 6 секунд. Когда вы создали чейзер, вы можете посмотреть, если у вас уже подключены приборы, как это все будет происходить при выборе этого чейзера. Либо нажав на play. Либо то же самое можно сделать в секвенции. Нажать на play. Сейчас 5 секунд будет первый шаг, 7 секунд второй и т.д. Вы уже будете видеть непосредственно на ваших приборах, как они ведут себя на том или ином шаге, если что-то можно скорректировать. Что касается специальных эффектов для голов. Вы можете назвать его, например, вращение по кругу. Добавляйте какие приборы участвуют в этих эффектах. И что будет по кругу вращаться. Можно позицию, то есть направление головы. Можно выбрать диммер. В таком случае будет плавно нарастать и плавно затухать яркость. По кругу, например. То есть можно не только каналом направления управлять, но также и каналом яркости. Оставим, например, позицию. Стартовое смещение. Если нужно, чтобы голова не с нуля значений, а, например, с какого-то определенного угла начинала светить, вы ставите стартовое смещение. Реверс – это обратный круг. Итак, чтобы задать круг, переходим в movement. И вот вы видите уже это направление движения света головы. Здесь вы можете на живом примере уже посмотреть на голове. Нажав на play, как она будет при такой последствии себя вести. Если она светит сильно, например, далеко за себя, никуда нужно, вы можете уменьшить, например, ширину этого овала. 50, высоту 50, да, вот теперь уже голова будет просто прямо перед собой светить. А смещение вот этого овала, да, например, 90. Вращение фигуры задать, да, если это, например, не овал, а квадрат там, то поворочить его углами вниз там, либо углами в обычном виде, как это мы представили, квадрат. Ну и стартовое смещение также задается. Ну, в принципе, здесь это можно выбрать просто для наглядности, да, это, например, если вы управляете каналом выбора цвета, да, если у вас многоцветная лампа стоит, если у вас многоцветный режим, не позиции выбраны, да, а цвет, то вы будете видеть, по каким цветам будет проходить смена цветов. Но в нашем случае у нас смена позиций, поэтому цвета никому не нужен. Вот опять же можно выбрать в каком режиме петля, одна проходка пинг-понг, и вперед или назад, да, вот мы выбрали назад, он стал вращаться в другую сторону. И так вот мы создали эффект, а, кстати, чтобы сам круг выбрать, вот он, circle, здесь же можно выбрать, например, листик, да, вот такой вот, ну, листик мы ставим на смещение на центр. Вот его как раз можно повернуть на ноль, да, можно повернуть на сто восемьдесят, сто тридцать, и вот голову будет, соответственно, другую фигуру рисовать. Стартовое смещение, вот здесь как раз очевиднее, да, то есть не отсюда пошла уже, а отсюда сорок пять градусов. Голова, ну и ширину опять же тоже, конечно, можно там поиграть, вращение по кругу, а можно создать вот под каждой из этих, по виду изменять их и, ну, создать как раз траекторию движения голов через вот эти эффекты очень удобно и легко. Итак, чтобы проще всего запустить это во время мероприятия, например, да, когда вам нужно, нужно перейти вот в Virtual Console. Левый вот этот бегунок, это общая яркость для всех приборов, и сверху вот вы видите, что можно добавлять, например, кнопку, систему кнопок, слайдер, там фейдер, да, систему фейдеров, крутилки и так далее, но остальное там со временем разберете, да, то есть сейчас очень долго обо всем рассказываю, ну, например, чтобы проще всего было запустить, например, желтую сцену, да, вы нажимаете вот на кнопку, добавляется одна из кнопок, с кнопкой можно делать все, что захотите, написать, например, желтая заливка, и вот здесь как раз, чтобы кнопка вызывала тут желтую сцену, где functions, выбираем эту, ну, первую нашу сцену, да, вот сцену 1, окей, это нужно для того, если вы управляете с пульта, не с компьютера, а со светового пульта, здесь вы можете задать, какая клавиша будет вызывать этот режим, например, нажимаете, он просит вести клавиш, например, Z, да, на английском, или вот Z, окей, теперь кнопка Z будет вызывать вот эту кнопку, когда с желтой заливкой, когда вам потребуется, здесь можно выбрать, что делает нажатие кнопки, да, включить-выключить функцию, Flash, это значит просто разовая втышка функции, да, например, если это у вас там стробоскоп, то можно нажать, и он один раз моргнет у вас, пока кнопка нажата, Blackout, это чтобы выключить этот прибор, и остановить все функции, да, можно указать, вот, рейм фейдер, то есть, чтобы через 5 секунд, прибор плавно потух, также можно задать свою персональную, вот, яркость, если мы не ставили общую яркость, там, да, в настройках, то можно было поставить, чтобы эта сцена желтой светилась, здесь, там, с какой-то персональной яркостью, но мы там указали яркость, поэтому используется канал, нажимаем ОК, а желтая заливка, так, еще раз изменю, чтобы она включала-выключала желтую сцену, да, теперь можно интенсивно сменять, желтая заливка, с кнопкой можно также, вот, здесь выбирать, например, цвет, чтобы вы проще, да, ориентировались, выбирать, там, цвет шрифта, например, красный, да, вот, красный, выбирай сам, то есть, сделать покрупнее, если он там не видно, например, полужирный, да, желтая заливка, вот, такая большая кнопка, а теперь, чтобы опробовать, также вот, такие же кнопки можно назначать, для всех других, да, созданных нами режимов, например, вот так же, выбираем функцию, там, секвенция, ОК, и вот, название кнопки, автоматически будет присвоено, то, которое мы задавали, секвенции, не знаю последовательность, ОК, в секвенции получается не прописалось имя, так же, да, вот здесь мы задали последовательный царь, копируем, вставить, вот последовательность 1, теперь, если бы мы эту кнопку на начале, да, например, ее уберем, мы добавляем еще раз кнопку, свойства, и вот, если мы выберем последовательность 1, соответственно, кнопка уже будет у вас последовательность 1, также можно задать, например, какую-то фоновую картинку для нее, да, ну, если там у вас есть на компьютере какие-то свои, либо там с прибором шли, ну, мы выберем просто для эксперимента, вот такую, вот видите, картинка стала такая, да, фон кнопки, например, белый, а, тогда картинка, соответственно, стирается, ну, ладно, не суть, для того, чтобы кнопки заработали, нужно нажать справа сверху вот этот вот play, тогда мы переключаемся в режим уже оператора, да, то есть нажимая на play, все, вы уже управляете светом, сейчас вот при нажатии на эти кнопки включается то, что мы прописывали в их значениях, можно вот одновременно, можно по очереди, включать, отжимать, да, и так далее, вот, пока остановим, чтобы подключить ваш контроллер, переходите в вкладку Inputs Outputs, здесь вот видите, то есть первая, вторая, третья, четвертая вселенная, да, какой контроллер будет управлять какую вселенную, у меня контроллер один, на него доступна только одна вселенная, да, вот он у меня, DMX USB, выбран Output, вы, соответственно, выберете и найдете свой подключенный прибор, например, UDMX был у меня, да, ставите на нем галочку, и в данном случае все вот должно заработать, тогда можно переходить в Virtual Console, нажимать play, и все подключенные приборы уже должны будут реагировать на созданные для них сцены, чтобы непосредственно управлять каналами приборов, можно перейти в Simple Desk, здесь вот вы видите, у меня с первого, и вот 11 каналов, здесь 12 по 22, как раз всеми головами, то есть если вы захотите просто не с кнопок управлять, да, там с прописанных каких-то сцен, а непосредственно онлайн сделать что-то с головой, например, наклон, выбираете этот канал, вот он подсвечивается красным, что значит, что механическое вмешательство, и приборы будут реагировать уже непосредственно из этой, чтобы отменить свои действия, нажимаете вот на крестик, и в то же время, можете вот опять запустить play, да, желтая заливка, например, вам нужно не желтый в данный момент, а красный резко сменить, да, потом выбираете красный, и у вас цвет меняется, опять же сбрасываете, все переходит опять в желтый, теперь давайте покажу вам на примере моих сцен, как я управляю вот своими головами, вот столько у меня кнопок и разных рычажков, да, чтобы управлять, здесь управление робоскопом, головами, прожекторами, и так вот у меня подключены две головы, сразу давайте просто на примере, сначала выберем какое-нибудь цветовое решение, да, вот у меня здесь, например, цвет голов зеленый поставим, выведем оба диммера, да, чтобы они светили зеленым, а гоба сбросим, например, поставим просто бесцветный открытый луч, так, вот вы видите, что, просто чистая гоба, да, открытая, и, например, выбираем, вот форма алмаза, форма алмаза и медленный режим, да, вот вы видите, головы начали рисовать узор в форме алмаза, как бы помещение небольшое, поэтому точно не понятно, что они рисуют, но рисуют идентичный рисунок, как вот здесь у нас на схеме движения, давайте, например, попробуем восьмерка, быстрая, да, вот у меня есть быстрая и медленная, а, например, восьмерка, вот вы видите, что головы стали рисовать восьмерку, если поставить восьмерку медленной, то они будут двигаться в два раза реже, да, также вот с кнопки можно поменять, например, цвет на розовый, вот вы видите, головы переключились в розовый цвет, ну, также он создал, например, синяя заливка, да, здесь подключен синий прожектор и синий режим с каким-то, в компетенции сгобы голов, да, вот вы видите, что головы плавно переключились в синий цвет, движение осталось тоже, прожектора сейчас как бы не поставил, но он тоже будет светить в данный момент с синим цветом, давайте посмотрим, что у нас в этой синей заливке входит, нажимаем правой кнопкой свойства, да, вот видите, что назначена функция, вот синяя заливка, эта функция назначена к этой кнопке, вот так, собственно, происходит управление, горизонтально параллельной линией, на этом первое вводное видео подошло к концу, большое спасибо за просмотр, если у вас возникли какие-то вопросы по использованию программы, либо настройке световых приборов, по мере своих знаний попробую ответить, задавайте комментарии, пожалуйста подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы было ясно и интересно вам эта тема или нет, еще раз спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok